Ставишь лайк, пишешь, растет, любая тянг тебе идет. Из моих любимых кейсов, в принципе, я отдаю предпочтение всего четырем. Ну, может быть, пяти разным вариациям, но как бы самые любимые, вот они здесь, их четыре. Это Браво кейсы, Спектрум кейсы, Глов кейсы и Operation Wildfire кейсы. Почему Operation Wildfire? Ну, потому что здесь есть удивительная, уникальная вещь. Боуи нож. Мне нравятся очень боуи ножи, поэтому, в принципе, я бы не против был их выбить. Ну, так вот, друзья, раз уж мы сегодня делаем любимые кейсы, давайте их, наконец, открывать. Начнем мы, наверное, с главецких. Сегодня я открою первыми Глов кейсы. Не знаю, почему так вот захотелось мне, но пусть Кай будет первыми Глов. Если нам, как бы, мы достойны будем везения, то Габенчик выдаст нам сразу же перчатки. Было бы замечательно. Последний раз, когда Глов кейсы я дергал, ну, в надежде на перчатки, выпал баскил. И это не очень, ребята. И сейчас что-то падает синька. Короче, перчаток нам, видимо, от Габенчика не видать. Да, Габенчик? Габенчик не хочет выдавать перчатки. Габенчик пидор в этом плане стал, как я понимаю. Но зато Royal Consortium, цыганские пистолеты, они всегда со мной, всегда при мне, ребята. Очень и очень странно. Ну, ладно, давай, 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 Главецкие, Главецкие мне. Какие-нибудь красивые розовые перчатки хочу. Не будет у нас розовых перчаток, видимо, друзья, абсолютно. Розовые, розовые. Нет, не будет перчаток. Ладно, хорошо. Дальше. Нет перчаток. Ну и похуй. Идем дальше. У нас еще есть спектрум-кейсы. В спектрум-кейсах выпадают спектрум новые крутые ножи. Давайте посмотрим, что у нас будет выпадать из этого. Так, неплохой. XM1014. Ну, смотрите, какой паттерн интересный. Какой паттерн? Ой-ой-ой, там даже... Ой-ой-ой! Вылез синий листик, ёб твою мать! Это дорогой паттерн, видимо. Синий листик вылез, ребята! Вы видите его? Это же синий листик! Так, ладно, не будем заострять внимание на синем листике, но синий листик это прекрасно на самом деле. Очень редко видишь вылезающий синий листик оттуда. Там что-то розовое пыталось докатиться, но не докатывается. В любом случае, в целом, я могу сказать, вот по прошествии середины мая, скажем так, да, апрель был бомбезным, потому что Габен выдал нам три ножа в апреле. А в мае он вообще ничего выдавать не хочет. Это очень и очень странно. Габен, только не говори мне, что я за весь год отработал ножи в апреле. Черт побери, АВП Февердрим выпадает. Это замечательно, кстати. Это очень хороший знак, то, что Габен раздупляется, потихонечку расчехляется и начинает выдавать вот такие грязные штуки, как Февердрим. Ну и плюс фиолочка сегодня со спектрумов вышла хорошо. Ну что, спектрум пока побеждает у нас среди моих любимых кейсов сегодня. А теперь открываем Operation Wildfire кейс. Давайте посмотрим, что нам уготовит Габен здесь. Было бы классно выбить, конечно же, Боу и нож. Но выпадает нам притарианец. Неплохо тоже начинается с фиолочки. Все, поэтому, в принципе, я доволен тем, что вижу. Пока. А пока синьки сегодня не так много. Как бы могло бы быть и хуже. Насколько вы знаете, бывает, что полностью все синее открывается. Нихуя нет, как бы невезения. Бла-бла, как бы конченое настроение. Ты начинаешь бомбить от этого. И это неправильно. Главное не бомбить, главное продолжать. Я думаю, что Боу и ножик и перчатки нам должны будут выпасть в ближайший месяц точно. Я уверен. Но не знаю, что будет. Конечно, из этого было бы классно выбить Боу и какую-нибудь кровавую паутину. Дорогую, как бы. И уделать нос Габену. Но нет, он не позволяет этого сделать. И, в принципе, Вилтфайр отсасывают. Отсасывают, точнее, я отсасываю в Вилтфайрах. Давайте теперь перейдем к Браво Кейсам. Браво Кейсы всегда интересно открывать, потому что это интересные дорогие контракты. Но что нам уготовит? Сегодня Габен тоже хрен его знает. Пока я вижу только одну розовую. Но, в принципе, это уже не так-то и плохо, на самом деле. Потому что все могло выйти в синьку. У Габенов рейтов нету, ребята. Так, выпадает зирка. Хорошо, еще одна фиолочка есть из Браво. Но меня интересует что-то интересное, Габенова. Пожалуйста, огненный змей там, либо что-нибудь такое. Мне нужен какой-нибудь хороший подгон, Габенчик, сегодня. Пожалуйста. Но я же постарался. Я же столько денег опять потратил на тебя. А ты не даешь даже, блин, фаер серпент какой-нибудь самый лучший. Ну почему? Так, статтрек UMP45. И давайте посмотрим, что будет дальше. Ласт кейс, ребята. И, видимо, что-то как-то не так все равно. Хоть и розовую выбили песоску нормальную, но что-то как-то не так. Габен все равно не раздупленный. Ладно, давайте поделаем контрактики из этого всего. У нас есть из чего, как говорится, поделать. Так, давайте сделаем... Ну, я не знаю. Вот так вот еще присунем. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. МАК-10 Грейвен выпадает, который нахрен не нужен. Но это браво коллекция, ребята. Поэтому, в принципе, для контракта подойдет. Так, давайте еще там, по-моему, еще было на синьку. Еще было на синьку у нас количество скинов. Вроде как да. Вроде как да, на синьку есть. Давайте посмотрим, что сейчас. М249 Эмералд Пойсон Дарт. Очень частый гость у меня на кейсах. Так, а теперь делаем вот таким вот образом. Сегодня мы попробуем скрафтить гидропонику с маленьким шансом. И сегодня мы попробуем скрафтить... Скрафтить, скрафтить... Ну, в принципе, что-нибудь из коллекции Браво у нас и так здесь понятно, да? Еще можно скрафтить... Ммм, с двойным шансом будем крафтить гидропонику, ребята. Да, с двойным шансом. У нас есть еще одна песоска на гидропонику. Поэтому давайте на гидропоним. Давайте попробуем скрафтить гидропонику. Может быть, Габен так вот нам раздуплит. И мы сможем с вами реально как закрафтить гидропонку, блин. Было бы классно на самом деле. Скрафтить редкий акусик в каком-нибудь хорошем паттерне. Да вообще скрафтить его было бы классно. Поэтому, Габен, вот тебе сердечко в виде жопы. Давайте сердечко нарисуем. Поставим роспись. Зачеркнем вот так вот. И поехали. Давай, Габен, не подвези. Есть же шансы, Габен! Ведь есть же шансы! Эмеральд Драгон! Хотя бы дракон, блядь! Хоть не гидропоника, но Браво Кейс прокнул, ребята. Господи, боже мой! Я думал, этого не случится. Крафтили гидропонику, но прокнул, в принципе, хороший такой нормальный Писос. И это очень радует. Так, а здесь больше нам нечего, да? Здесь нам нечего. Здесь нам тоже получается, в принципе, нечего. Хотя, если вот так вот посмотреть, да, глубоко. Мы его сейчас, этот Писос, можем реализовать. Сделаем вот так вот, да? Есть у нас вот так вот. Есть у нас... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. У нас-то и нечего больше-то. Ну, блядь, я очень бы хотел. Ай, ребята, вы меня знаете. Я могу. Я могу. Давайте сделаем вот так вот. Давайте я рискну, ребята. Сегодня мы будем с вами с большим шансом пытаться скрафтить Огненный Змей. Может выпасть Голден Кой. Я рискую, ребята. С вас лайки. Много-много-много лайков. Вы же знаете, я люблю риски. Давайте я попробую скрафтить очень дорогой АК-47. Он очень дорогой может прокнуть, ребята. Нереально дорогой АК-47. Даже росписи ставить не буду. Ребята, пожалуйста. Сука, сколько денег я въебал в этот выпуск, ребята? Только не в минус, прошу тебя. Умоляю, только не в минус, Габен. Прошу тебя, сделай это, Габен, блядь! Сука! Сколько, блядь, можно? Ты смеешься там, да? Тебе смешно, что ли? Вот тот сейчас, блядь, засмеялся, напиши. Стыдно, блядь, должно быть за это. Смешно, блядь. Нахуй, 8 тысяч в контракт, блядь, 10 тысяч, наверное. Да ебать меня. Ладно, идем на сайт, дрючим там. Но, в любом случае, я испытал это чувство удовольствия, что может выпасть что-то топовое. Но, сука! Ладно, идем дальше, все. Ну что ж, друзья, сегодня мы попадаем на форт, дроп точка, на это у меня 5 тысяч рублей. Это перезапись, ребята, я уже один раз попытался открыть, но, к сожалению, мне не так сильно повезло, как хотелось бы. Поэтому решил перезаписать и попробовать силы еще раз. Вообще, когда не прет, лучше не пробовать силы еще раз. Но, тем не менее, я попробую, ребята. Давайте посмотрим. Значит, я открывал коллекции и сейчас же попробую пооткрывать коллекции. Мне выпало 2 бульдозера и, как бы, я закинул на 3 900. Да, у меня было, ну, было у меня на балансе 3 900, потому что 900 оставалось, 3 тысячи я закинул. Ну, в общем, как бы, решил пооткрывать коллекции на 4 тысячи рублей. В итоге я выбил на 2. Это не очень приятный момент, поэтому я бы хотел продолжить. Ой, ребята, неплохое начало для второго захода. Это статтрек, атомный сплав, мы его оставляем. И, соответственно, поехали дергать коллекции. Будем дергать сегодня по 4 раза коллекции. Я заметил, что ребята просят меня подергать коллекции. Ребятам нравится, когда я дергаю коллекции. И, соответственно, хотелось бы мне передернуть коллекции сегодня. Но что-то у меня как-то коллекции не передергиваются сильно, поэтому будем сейчас пробовать, ребята. Пробовать нагибать коллекции. Чоп-шоп. Хот-рот, ребята. Либо Сумеречная Галактика. Пистолет. Одно из двух. То, что меня интересует. Ну, в принципе, меня интересует и дуэлист, и бульдозер, это было бы классно, но меня больше всего интересует хот-род. Давай-ка, хот-род, ты прокни нам, пожалуйста. Просто странные явления последнее время идут, то прёт, то не прёт, какая-то чёрная-белая полоса, она сменяется очень быстро. Обычно у меня либо чёрная идёт долго, либо белая идёт долго, если она начинается. А тут вообще какая-то херня, ребят, непонятная творится. Майский месяц очень странный, майский майся называется, да? Так, в Чопшопе нам ничего не выпало, ребята, в Чопшопе ничего не выпало. Это неприятно, много денежек потрачено. Тёмный век оставляю, тёмный век, тёмный век оставляю, там Драгонлор был очень рядом. Оставляем тёмный век для того, чтобы делать крафты. Можно будет сделать крафты на чашу, на пищаль, например, ну и, соответственно, двигаться дальше. Это не то, что мне интересно на самом деле. Тёмный век это прекрасно, но меня интересует больше пищаль или чаша. Меня даже и рыцарь не интересует, потому что шанс на него маленький. Хотя, в принципе, и рыцарь Драгонлор выбить можно, если, как говорится, будет у тебя удача. Но я не знаю, пока мне что-то как-то... Посмотрите, коллекции меня не пропирают вообще, я не знаю. Я ничего не могу из них прямо здесь и сейчас взять и выдрать. Пожалуйста, дайте мне выдрать что-нибудь из коллекции. Смотрите, Каблстон тоже не открывается. Ладно, идём дальше. Давайте подёргаем боги и монстры. Посмотрим, может быть, нам Медуза сегодня упадёт, либо Посейдон, либо Хронос. Да, вот это вот Ящик Пандоры, любая песоска, даже Си... Ой, как близко! Ой, как близко! Ой, как близко! И всё это в троллинг, ребята, да? И всё это в троллинг. Видимо, коллекции мне сегодня реально не прут. Я уже второй раз пытаюсь открыть коллекции как-нибудь удачно, но коллекции меня Ящик Пандоры. Хорошо, Ящик Пандоры я забираю. Ящик Пандоры это прикольно. Люблю такую синьку из этих коллекций, потому что что из Каблстон, что из этих, потому что всегда можно попробовать выбить что-то интересное. Ещё один Ящик Пандоры забираю. Так, подождите, мне что-то попёрло на Ящике Пандоры. Посмотрите, мы прямо с вами раздербаниваем эти самые Ящики Пандоры. Они прямо прилетают к нам в цепкие лапы. Астерион, говнерион. Так, ладно, всё это говно. Здесь мы выдрали всё, что могли. И сегодня я рискану, ребята, ещё раз. Я попытаюсь открыть коллекцию Ассалт на Аук Хот Рот, Градиент, либо Бульдозер. Бульдозеры уже были, интересуют именно вот эти две песоски. Давайте попробуем. Здесь всего-то, всего-то ничего пиписик, ребята. Но если прокнет что-то хорошее, я буду безумно, безумно, безумно рад их собак. Карамельное яблоко 500 рублей. Хорошо, я пока оставлю. Если что, потом распродадим. Давайте подёргаем коллекцию Ассалт. Она дорогая, она интересная. Здесь все пиписки довольно дорогие. Но меня интересуют самые дорогие. Но также есть и вот такое говно, типа Смерча, да? Которое никому не нужное, в принципе. Я не знаю, что оно делает вообще в этом кейсе. Эта коллекция меня... Эти песоски меня не интересуют, господи! Карамель, вот это вот говно всё полностью меня не интересует. Меня интересует только топчик. Это Градиент, либо Хот Рот. Пожалуйста, Градиент, либо Хот Рот. Ну, пожалуйста, но я же второй раз дёргаю в большом количестве тебя. Сука, карамель за карамелью. Пососи карамель, говорят мне. Ребята, пососи карамель. Видимо, придётся насасывать карамель. Да, нам? Ну, давай! Ну, давай! Ну, 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 насоси до Хот Рота, блядь! Так, ещё одно карамельное. Его я продаю, ещё открываю. Пытаюсь вздрючить коллекцию Ассалт, ребята. Хотя бы Хот Ротик. Ну, хотя бы один Хот Ротик родной бы мне бы прилетел бы. Я бы был бы очень бы рад, но выпадает, сука, смерч! Фу! Не везёт. Не везёт мне в этой коллекции ещё сегодня, ребят. Хотя два бульдозера я выбивал. Ладно, давайте тогда подёргаем АК-47. Может быть, мне выпадет АК-47 в каком-нибудь хорошем-хорошем паттерне. Синий ламинат за 270 рублей. В принципе, окупаем кейс практически, поэтому можем открывать ещё. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Не, ну, в принципе, на крафты мы уже надёргали, ребята, с вами писик. На крафты мы уже пиписик надёргали. Красная линия АК-47. Давай ещё. Давай ещё, раз уж ты разошёлся. Давай ещё, пожалуйста. Давай мне ещё, прошу тебя. Вроде бы неплохо, неплохо с акусиками-то идёт. С акусиками-то... Красный глянец. Посмотрите, как мне влетают акусики, ребята. Я просто в плюс сейчас возвращаю себе баланс потихоньку. Ну, а по сравнению с тем, сколько я потратил, как бы, этот плюс совсем не делает мне ничего хорошего. Изумрудные завитки. Вот это говно уже прилетело. Давайте попробуем ещё раз. В принципе, я в плюс неплохо наоткрывался, поэтому, я думаю, стоит пооткрывать случайный АК-47. Здесь может что-то вылететь то, что мне нужно! Остановиться надо было не там. Там путешественник был, там другие песоски был, инжектор был. А останавливается, сука, туда, куда мне абсолютно не нужно. Ёлшки-пашки, деревья... Красная линия опять. Рядом гидропоника. Да что же это такое? Посмотрите, ребята, как я возвращаю баланс тупо на акусиках. Мне это нравится, я хочу здесь посидеть. Там не прёт, значит, а на акусиках мне пропирает, ребята. Посмотрите. Опять изумрудные завитки выпадают. Ну, давайте не будем сглаживать. Сглазить я имею в виду. И будем двигаться дальше. Давайте попробуем. Давайте попробуем выдрючить что-то интересное. Крайне неумолимое и неописуемое. Типа вот этого говна, блядь, который уже падает. Боже мой, ребята, я, видимо, отдаю обратно баланс. Я понял. То есть, на, тебе дали повеселиться. Ты забирай, говорит мне игра. Ты забирай, пидор. Ты зачем здесь остаёшься? И ничего я не получил в итоге. Ну, замечательно, блядь. Ну, просто великолепно, блядь. И меня уже бомбить начинает. Меня никогда практически не бомбит, когда ничего не падает. Но сейчас меня просто, сука, бомбит. Я не знаю, как это вам описать. Спокойно, сейчас успокоимся. Всякое бывает, всякое бывает. Всякое бывает. Элитное снаряжение говнения. Выпадает, которое нам. И уже недостаточно средств, да? Охуенно. Просто охуенно. Давай десерт иглы подрючим. Посмотрим. Может быть, десерт игле мне всё-таки повезёт. Один хороший десерт игл покроет мне много чего. Я буду просто безумно счастлив, если один хороший десерт игл прямо сейчас возьмёт и, сука, прокнет. Я сегодня крафтил огненный змей, блядь. Я дорогущий крафт сделал, но нихуя. Пооткрывал кучу коллекций, но нихуя. И... Так, ладно, спокойно. Сейчас, сейчас ещё раз. Как такое может быть? Как такое может быть? Я не буду третий раз перезакидывать, блядь, чтобы сделать что-то удачное. Я, блядь, бомбит меня, нахуй. Так, давай открывайся, нахуй. Топовый десерт игл мне, блядь. Прямо сейчас. Пламя, пищаль. У тебя другого выбора нет, блядь. Забираем, осматриваем в контри. Ну что, друзья, вот он и наш хабарчик. Вот он и наш хабарчик, который мог бы быть даже лучше, чем этот, на самом деле. Но я рисковал. А кто рискует, тот рискует, ребята. И другого варианта нет, к сожалению. Ладно, посмотрим, что будет дальше. В принципе, все в целом идет хорошо, но как бы вот как-то странно очень. Ладно, увидим, ребята, что будет дальше. В любом случае, предлагайте ваши варианты. Вы просили коллекции, я пооткрывал коллекции. Довольно неудачный крафт у нас сегодня был. Но, тем не менее, как бы было, надеюсь, интересно. Всем пока, друзья. Желаю вам удачи и до новых встреч.